Как думают, после того, как уберут Люлю Кадырова с должности, будет ли его также уважать его окружение? Я уверен, что нет. Это как вот Назарбай был там чуть ли, как его отец нации, должность там у него, звание какое-то было. Все, переворот, там что-то со всех этих сняли, где теперь Назарбай? Том Сотки тут правильно сказал, что ханов и так далее у нас не было и поэтому у нас на Кавказе не получится создать унитарные государства с народом, которые ментально ордынцам, где поклоняются имамам и ханам. Имам был избран, но мы знаем, как Шамиль разрушил демократические механизмы в силу своего менталитета в Чечне и устанавливал тиранию и в конце вообще объявил монахом. Это побочный эффект подобных строев, понимаете? Слово Ичкери. Ассаляму алейкум, Тумсо. Разумно ли после освобождения нашей страны вернуться сразу к шариату или стоит делать это постепенно, как посмотрит на это мировое сообщество? Ассаляму алейкум, Ассаляму алейкум, Ассаляму баракату. Мы, чеченцы, являемся мусульманским обществом, и у нас никогда ни в один период нашей борьбы никогда не стоял вопрос о выборе между мусульманским строем, то тем, что для нас является привычным и комфортным, и чем-то иным. У нас никогда такого вопроса не стояло. Мы всегда боролись за то, чтобы мы на территории компактного проживания, на нашей земле, на которой мы проживаем испокон веков, то есть мы ни у кого ничего не забирали, мы боролись за то, чтобы на этой территории мы жили в соответствии с нашими обычаями, законами, обычаями и традициями, соответствующими нашей религии, нашему менталитету, обычаями и традициями. Поэтому, мне кажется, сам вопрос, он очень странный. А где у нас такой запрос? То есть, если сейчас у любого большинства чеченцев, и неважно, какие они имеют религиозные взгляды, будь они суфи любых дарикатов, будь они их числа Агалюсунна, будь они даже какими-то там джагелями, за исключением небольшой группы каких-то вообще очепенцев, подавляющее большинство тебе скажет, ничего себе, конечно, мы мусульмане, конечно, мы хотим, чтобы между нами все вопросы решались в соответствии с исламом. Это скажет любой человек. И вот здесь говорить про какое-то там мировое сообщество, у меня встречный будет вопрос, а если, точнее, даже тогда, когда мы объявляли официально Конституцию, в других местах прописывали, что мы вот не такие, у нас вот такое светское государство и так далее, нас что кто-то признавал, что у нас есть какие-то прецеденты. Где вообще стоит этот вопрос, что если вы сделаете так, вас признают, а сделает не так, вас не признают. Где этот вопрос? И самый, наверное, главный аргумент, который должен действовать для мусульманина, для нас важно сделать довольным Всевышнего Аллаха, а не каких-то людей или общества. Это для нас самое важное. Просто надо понимать, что мы, у нас же есть вот разные люди с разными взглядами, и вот есть какие-то явные какие-то радикальные взгляды, это люди, у которых свое какое-то представление, они почему-то нас представляют каким-то средневековым обществом, которые ходят в халатах с какими-то там кинжалами на перевес и рубят всем там голову вот так вот. Конечно, нет. Понятно, что это какая-то вообще непонятная крайность. Мы цивилизованное, абсолютно здравое, правовое общество, но при этом мы исламское общество, мусульманское общество, поэтому для нас неприемлемы многие вещи, которые будут приемлемы для другого тоже цивилизованного правового общества, но у них свое право, у нас оно будет, конечно же, свое. Саламу алейкум, Томсуа, как думаешь, можно ли создать федеративные республики Кавказа и надо ли нам вступать в НАТО? Так, можно ли создать? Это вопрос из серии, знаете, возможно и невозможно. Возможно ли вообще в теории такое? В теории все возможно. Но является ли это сегодня чем-то реальным? Я думаю, нет. Должны ли мы сегодня вообще к этому, в принципе, стремиться? Я тоже думаю, нет. Я думаю, такой вопрос, он был бы вообще актуален, если бы мы с вами были уже, знаете, на таком уровне, когда есть, допустим, какие-то свободные Кавказские республики, а какие-то из них еще не свободны, вот как в случае с Германией было, там, восточная, западная. Вот у них был такой момент, когда уже часть была свободная, другая там под контролем, и было стремление там к чему-то. У нас же, у нас вообще другая ситуация, у нас вообще все оккупировано. Поэтому мы, я думаю, сейчас говорить о чем-то, о каких-то федерациях, о каких-то унитарных, там, общих Кавказских государствах, но это вообще сейчас не актуально. Сейчас внутри каждого народа, если есть этот стимул, он должен развиваться, в этом направлении нужно работать. Вот мы работаем в этом направлении. То есть, для внутричеченского общества мы пытаемся деоккупировать, вернуться к договору 97-го года, получить обратно свое государство, независимую Чеченскую республику. Если через какое-то время появится несколько таких государств, и будет какая-то там нужда, каких-то вообще повестка в каком-то объединении, то я лично был бы за союз, не за федеративное, не за монетарное, я был бы за союз. Союз Советских, как говорится, союз Кавказских государств. Но это настолько пока далекая тема. Давайте сейчас говорить, наверное, о чем-то реальном и близком. А по поводу НАТО. НАТО это оборонительный союз, и пока, опять-таки, вообще не актуальная тема. Давайте сначала подойдем к чему-то подобному, когда будет деоккупация, и будет нужда такая, чтобы получить какую-то защиту. И здесь вот уже по ситуации будет видно, что для нас является безопаснее. Получить какие-то гарантии безопасности ввиду своего нейтралитета, либо вступить в какие-то оборонительные союзы. То есть что для нас является безопасным? Что для нас выгодно? Нам нужно понимать, что Россия это государство, если в случае там оно не развалится, что пока вообще маловероятно, то это как бы постоянный сосед, с которым мы обречены жить рядом. И у него свои интересы. И если мы где-то попытаемся его интересы поставить под угрозу, и тем более его безопасность, то мы столкнемся опять с проблемами. Понимаете? То есть здесь нам нужно быть очень грамотными политиками и уметь маневрировать в подобной ситуации. Слово Ичкери. Брат, иншаллах, мы установим шариат в нашей стране, но российские СМИ в начале 2000-х выставляли нас радикалами и исламскими фанатиками «К Афганистану лояльность мирового сообщества крайне мала». Это правда. Нас выставляли. И надо сказать, что они, к сожалению, добились успеха в этом направлении. И во многом наши не совсем грамотные люди им в этом помогли. Вот эти вот отвратительные кадры с отрезаниями голов, вот эти вещи, которые были, они прям очень круто легли на руку этой российской пропаганде. Также некоторые действия, к сожалению, наших лидеров, некоторые их высказывания, про лидеров я имею в виду уже поздних, они тоже, конечно, этому способствовали. И из этого нужно делать свои выводы и такие ошибки допускать нельзя. Ни в коем случае. Надо помнить слова посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, что общины до нас были погублены из-за фанатизма. То есть фанатизм погубил эти общины. И мы тоже будем погублены, если мы ударимся в какой-то фанатизм. Надо понимать, что мы мусульманское общество, но мы не радикалы, не радикальное общество. Да, мы определенное консервативное общество, однако мы вполне цивилизованное, современное, что самое важное, современное общество и стремящееся к развитию. Не какой-то там стагнации, не уход в Средневековье. Нет, нам это не интересно. Что касается Афганистана, то там своя история. Народ, афганский народ, это очень такой многострадальный народ на протяжении последних нескольких десятилетий, стабильно воюющих, то с одними, то с другими. Поэтому у них, да, у них, знаете, у них своя тема, я бы не стал делать параллели между нами, потому что там и само общество, оно немного другое, не такое, как у нас. Не в плане там религиозного, я имею в виду в плане своих обычаев, традиций, направлений своего развития, оно немножко все-таки другое. Но тем не менее, я считаю, что то направление, которое они сейчас взяли, свой политический вектор, я считаю, что они очень грамотно ведут работу. Они ушли, уходят от многих вещей, которые были раньше, таких вполне радикальных и воспринимаемых в мире очень негативно. Они от этого уходят, они пытаются договариваться со всем миром, но это, в принципе, как мне кажется, хорошее направление. В любом случае, я желаю им удачи. Том Сотки тут правильно сказал, что ханов и так далее у нас не было, и поэтому у нас на Кавказе не получится создать унитарные государства с народом, которые ментально ордынцам, где поклоняются имамам и ханам. Здесь не надо проводить параллель между ханом и имамом. У нас есть опыт, у нас был имамат, и это не ханство. Имам был избран. Это очень серьезно отличает нас от любой азиатской цивилизации. В азиатских странах ханы, короли и так далее, они не избираются. Они существуют, как назначенные, господом считают себя, и передают власть по наследству. Это совершенно разные вещи. У нас имам Шамиль пришел как бы никем, и его избрали. Понимаете? То есть, это уже исламская цивилизация, это исламская практика, когда обладающие влиянием среди людей, а это уже демократические такие основы, понимаете, которые у нас пересекаются с исламом. Демократические основы, они очень очень схожи с исламскими, фактически идентичны. И вот, когда народ избирает себе представителей, они же являются обладателями влияния, и уже эти обладатели влияния избирают себе имама, это не хан, это не тот человек, это человек, которого эти же обладающие влиянием, в случае чего с ним заменяют на другого, понимаете? Поэтому, это тоже пример как раз таки европейской цивилизации, далеко не, если мы отойдем опять от религиозных тем, то это пример европейской цивилизации, не азиатской. Ислам, смотрите, нам надо понимать, что когда мы говорим про европейскую и азиатскую, мы здесь не упоминаем религии. Ислам, христианство, то есть, это уже ислам объемлет любые цивилизации, будь то азиатская, будь то европейская, африканская, любая, когда она начнет приводить свои дела в соответствии с исламом, то это уже будет не азиатская цивилизация, точнее, она останется, наверное, азиатская, но она уже приведет свои дела в соответствии с исламом. Мы же, когда я говорю про вот эти цивилизации, европейскую и азиатскую, я здесь не говорю про религию, я здесь говорю чисто ментально понимаете имам был избран но мы знаем как шамиль разрушил демократические механизмы в силу своего менталитета в чечне и устанавливал тиранию в конце вообще объявил монахом это побочный эффект подобных строят понимаете это к сожалению от этого никто не застрахован и любое общество может к такому прийти если они не выставят эти вот системы сдержит противовесов если оставить возможность человеку узурпировать власть то он это сделает понимаете поэтому да ты конечно прав и этого то что нужно держать на пульсе постоянно любое знаете вот общество она может изначально быть очень таким свободным вполне хорошим примером там прихода власти может какой-то лидер прийти но со временем он узурпирует эту власть и превратится это все в тиранию диктатуру я надеюсь ты понимаешь что никаких союзов у нас с турками и арабами и остальными не будет после того как они ни разу нам не помогли в войне даже их ноги на ноги на кавказе не будет для них ворота закрыты ну это знаешь это высказывание такого кухонного эксперта вот то ты сидишь на кухне чай пьешь и такой передайте там им всем что ничего с ними там не будет такой но ты пойми что политика не так строится такого не бывает они нам вчера что-то не сделали поэтому мне эти европейские страны они не просто там друг другу что-то не помогали друг друга здесь миллионами уничтожали понимаешь разницу сегодня это европейский союз одно из самых мощных образований в этом мире поэтому конечно если у нас если нам это будет выгодно то у нас будут и союзы и иные какие-то партнерские отношения и они должны быть политика не строится на обидах там мы не не девочки я на нее обиделась там что-то она не пришла помочь и все я теперь с ней не разговариваю это это у женщин может могут быть такие отношения политики между странами быть таких отношений не может все должно быть по-взрослым ваше общество безусловно цивилизованное но цивилизации бывают разные чечня не принадлежит к европейской цивилизации вот кстати тоже интересная тема на которую можно порассуждать я наверное соглашусь с тобой в том понимании сегодняшнем понимании европейской цивилизации то что вкладывают к это понимание наверное действительно не является здесь вы правы но чечня и чечня и чеченцы не являются и азиатской цивилизации это тоже факт поэтому мы скорее я скажу так мы мы то оригинальная это оригинальная европейская цивилизация то что сейчас вкладывают под европейскую цивилизацию край крайний уклон какие-то чрезмерно даже либерализмом то не назовешь это очень в общем я думаю что вот европейская цивилизация кто к чему она сейчас пришла то что мы сейчас вот понимаем это да мы мы наверное и не хотим даже быть частью такой цивилизации однако европейская цивилизация такой не было и от тем кем она была вот это вот вполне соответствовало тому на чем мы сейчас в этом плане я сейчас не беру религию сейчас не об этом говорим я сейчас больше беру если убрать вот все религиозные вещи еще до прихода ислама до всего вот этого да мы были ли мы азиатской цивилизации не были ли мы европейской табыли потому что наш уклад жизни то как мы жили то что у нас не было каких-то ханов там шманов это полностью противопоставляет нас азиатской цивилизации в этом смысле я думаю что мы как раз таки и являемся такой наверное более европейской более консервативной европейской цивилизации мы являемся и вот даже вот по европе я скажу если вы посмотрите на страны западной европы и страны восточной европы это разная европа и вот то что сейчас вкладывают в термин европейская цивилизация подразумевая западные страны туда же входят номинально восточные европейские страны но они ментально очень сильно противоречат этим этой цивилизации ментально понимаете а вот мы с ними более схожи своей ментальности неприемлемости там некоторых вещей к поддержке там консервативных каких-то ценностей типа семейных семейных ценностей и так далее в этом мы с ними более схожи поэтому сто процентов мы не азиатская цивилизация я считаю что мы такое консервативное европейское общество а вот новое европейское общество назовем его либерально европейским к нему мы наверное действительно не относится том что это правда что дагестан не извлял таким желанием обрести свою независимость как чечня просто вокруг них такой шумихе я не слышал среди дагестанских народов были был костяк которые желали этого и даже какие-то действия предприняли в этом направлении но к сожалению другие народы дагестана общественность дагестана оказалась не готова к этому они не были поддержаны сожалению да это попытка она не то чтобы не вывенчалась успехом это попытка наверное стоило нам всем и свободы и жизни и создала очень много проблем и и и и